Дружно застелили кровать и дружно собрались на обед. Не успели заселиться, а уже не разлей вода. Впереди у девчонок целый месяц разнообразных летних развлечений. Я первый раз в лагере. Я очень волнуюсь, потому что я здесь практически ничего не знаю. Конкурсы бывают, мероприятия, концерты, дискотеки. В лагере лето – это значит, что всегда праздник. Праздник души и праздник в лагере. Все радуются. Не то, что одна группа радуется, например, первая группа, а другая, 13-я, сидит. Мы все начинаем праздник устраивать, а не поодиночке. Я рассчитываю, что вы наберетесь сил, и здесь будет интересно с началом лета. Старт летней оздоровительной кампании дан. В эти каникулы в Прикаме организовано отдохнуть 270 тысяч детей, сообщил губернатор Виктор Басаргин. В загородный лагерь «Новое поколение» только что заехали 400 ребятишек. Глава региона оценил условия, созданные для них. К новому сезону в лагере готовились практически с конца прошлого лета. В этом году мы открыли универсальную спортивную площадку на базе хоккейной коробки. Открыли тренажерный комплекс, открытый на спортивном поле. Построили еще одну русскую баню. Сделали капитальный ремонт и заменили всю аппаратуру в зрительном зале. Открыли дом творчества. Спортивные вдоволь позанимаются спортом. Увлеченные наукой тоже найдут занятия по душе. Впрочем, с такими шахматами легко совместить то и другое. Разнообразить формы детского отдыха, делать упор на профильность. О том, в каком направлении развивать сеть загородных лагерей, глава региона повел речь на круглом столе. С теми, кто непосредственно работает в лагере, педагогами, а также с представителями краевого правительства и родительского сообщества. По итогам губернатор Виктор Басаргин поручил вице-премьеру Надежде Кочуровой провести полную инвентаризацию всех объектов, которые могут быть использованы в качестве базы для оздоровления детей. Поднять доступность летнего оздоровления для детей совершенно на другой уровень. Чтобы появились лагеря круглогодичные, чтобы была возможность организовать какие-то профильные группы. И сегодня такая работа в Пермском крае проводится. Уже в этом году, впервые за продолжительный период времени, число загородных лагерей в крае не только не сократилось, но и немного увеличилось. В частности, после капитального ремонта планируют начать работу два лагеря – Компас и Буревестник. Новый муниципальный лагерь Иванов Лог открывается в Кизеле. Елена Закирова, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.